Добрый вечер! Вы смотрите новости на телеканале CBC в студии Телегусей Азадея в начале короткого плана. На французской заморской территории Новая Каледония сохраняется напряженная ситуация. В ночь на понедельник возобновились столкновения коренных местных жителей с силами порядка. События, произошедшие в Махачкале и Дербенте, еще раз доказывают, что террористы используют религию для оправдания своих кощунственных целей. Киев-Баку осудили действия террористов, прикрывающихся верой в Бога. Евросоюз одобрил решение использовать доходы от замороженных активов Центробанка России для помощи Украине. Ожидается, что уже на следующей неделе Киев получит части с 2,5 миллиардов евро. Проведение Израилем наступательной операции против шиитского движения Хезбала в Ливане может повысить риск начала более широкого конфликта с участием Ирана, без связанных с ним формированием. Об этом заявил представитель штабов вооруженных сил США генерал Чарльз Браун. Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту России Владимиру Путину в связи с гибелью мирных граждан и сотрудников правоохранительных органов в результате террористических актов, совершенных в Дагестане. Официальный Баку решительно осуждает эти кровавые преступления и поддерживает борьбу со всеми формами и проявлениями терроризма, говорится в письме. На французской заморской территории Новая Каледония сохраняется напряженная ситуация. Минувши ночью в Новой Каледонии были подвержены здания, в том числе полицейский участок и здание мэрии. Волнения начались после того, как 7 активистов движения за независимость, связанных с группой, обвиняемой в организации беспорядков в прошлом месяце на Тихоокеанской территории, были отправлены во Францию для предварительного заключения. О том, почему Новая Каледония стала вновь ареной ожесточенных столкновений, мы поговорим с нашим гостем Дмитрием Солонниковым, директор Института современного государственного развития. Политолог к нам подключается. Здравствуйте. Добрый вечер. И все-таки, господин Солонников, как вы считаете, почему Тихоокеанская территория Франции вновь оказалась охвачена такими беспорядками? Ну, мы понимаем, во Франции неделя осталась до первого тура парламентских выборов, и Макрон на крайне тяжелое положение, ему нужно инициировать своих сторонников для более активных действий. Ему нужны активные шаги, ему нужно показать, что он не сдается, что он будет и дальше проводить ранее обозначенный курс. Новая Каледония, как один из примеров, где Макрон пытается показать свою силу и свою активность. Поэтому сейчас, именно за неделю до дня голосования, он проводит там жесткие меры. Арестовывает участников борьбы за независимость, перевозит их во Францию за тысячи, за десятки тысяч километров. И это, конечно, вызывает ответную реакцию у жителей самой Новой Каледонии. Так что противостояние во Франции между политическими силами играет, как вторая производная ситуация на крайне далекой Новой Каледонии от самого Парижа. И обострение идет, и борьба Каледонии за свою независимость, наверное, будет продолжаться, несмотря на сиюминутную игру Макрона в предвыборной ситуации. А как вы считаете, почему все-таки Евросоюз, США, международные правозащитные организации, которые очень часто привлекают внимание именно к нарушениям прав человека в других странах, вот сейчас о происходящем просто молчат? Ну, потому что для Евросоюза, для Соединенных Штатов, для международных организаций, которые финансируются из Брюсселя или из Вашингтона, мир делится на две части. Первое – это свои, те, которые получают такие же гранты и такие же деньги, живут, собственно, в рамках одной правовой системы, и им все можно. Это те европейские, те американские неоколонизаторы, которые должны поставить весь мир под свое руководство. И другой лагерь – те, кто борется с неоколониализмом, вот им нельзя ничего, против них будут выступать, против них будут и публикации в медиа, и акты прямой агрессии, и провокации. Мир разделен на две части, и все эти так называемые правозащитные организации – это элемент борьбы одной из двух сторон. Мы это видим постоянно, поэтому тут даже говорить о двойных стандартах бессмысленно. Это однозначные стандарты, которые демонстрируют необходимость доминирования одной части света над другой. Они этому следуют. А что может в целом помочь калейдонцам обрести независимость и просто выйти уже из колониального гнета Франции? Ну, более активные действия, с одной стороны, в самой Новой Калейдоне, и всегда есть понятие неприемлемых потерь, которые не может уже себе позволить митрополия. Если потери французского руководства, французского эстеблишмента в Новой Калейдоне будут достаточно велики, им придется признать независимость Новой Калейдонии. Один путь. Второй путь – это изменения в самой Франции. Если во Франции придут власти силы, которые будут поддерживать борьбу с неоколониализмом, будут поддерживать борьбу за независимость некогда колониальных народов, тогда это также поможет Новой Калейдоне, как и другим заморским территориям Франции, обрести независимость. Вот два пути, которые вполне реальны. Но все-таки каких-то успехов можно добиться этим гражданам? Успехов добиться можно. Можно добиться постепенно увеличения автономии, можно добиться как минимум отмены реформы избирательной, которую сейчас пытается провести Макрон. Он там сейчас притормозил ее введение. Можно добиться большего суверенитета для принятия решений, можно добиться большего участия коренных жителей в управлении территорией. Но это такие постепенные шаги. Но опять же, степ-бай-степ, тихо-тихо ползи, улитка по склону фудзи вверх до самых высок, и постепенно могут приблизиться к тому, чтобы обрести независимость. Такие маленькие шаги – это тоже путь, которым они могут идти. Сейчас должна быть тогда некая небольшая победа, которой нужно будет обозначить. А насколько вероятна эскалация ситуации и самый худший расклад, который может произойти? Самый худший расклад – это сохранение контроля Макрона над внешней политикой Франции и его борьба за выборы уже 1927 года с демонстрацией своей жесткой политики. Да, в этой ситуации в Новой Калейдоне, конечно, будут проблемы. Это такая лакмусовая бумажка, на которую будут обращать внимание. Поэтому для них тоже фактор времени играет ключевое значение. Если сейчас во Франции правительство будет придерживаться иных стандартов мировых отношений, нежели Макрон, то у них появляется окно возможностей, окно овертона, в которое можно поиграть. Посмотрим, давайте дождемся окончания двух туров выборов в Национальное собрание Франции, посмотрим, какая коалиция будет сформирована по итогам выборов, скорее всего, ни одна из сил не получит абсолютного большинства. Тогда можно будет говорить, какие шансы есть у внешней политики Франции, в Новой Калейдоне, в частности. Ну что ж, спасибо большое. Я благодарю вас за ваш комментарий. Напомню, к нам подключался Дмитрий Солонников, директор Института современного государственного развития политолог. Около 200 действующих в стране неправительственных организаций, представители СМИ, общественные деятели, принимают участие в форуме сотрудничества неправительственных организаций Азербайджана, которые проходят в Карабахе. Первое панельное обсуждение прошло сегодня в Зангелане и было посвящено теме азербайджанские неправительственные организации «Результаты и цели». Но сейчас наша съемочная группа находится в Губадлы, откуда на прямую связь со студией выходит моя коллега Амперия Дунья Малиева. Здравствуй, Амперия. Здравствуй, Телли. Да, съемочная группа Сибиси находится в воинской части государственной пограничной службы в Губадлинском районе. Отмечу ранее, в Зангелане начал свою работу форум сотрудничества азербайджанских НПО. Здесь же для представителей форума организовано специальное военное мероприятие, приуроченное ко дню Вооруженных сил Азербайджана, которое ежегодно отмечается в стране 26 июня. Кроме того, участники также ознакомились с боевой техникой, которую вы видите прямо за моей спиной. Также гости ознакомились с созданными в воинской части условиями. Им рассказали о вооружении и боеприпасах, питании, форме военнослужащих и условиях проживания. Было отмечено, что военнослужащие регулярно проходят обучение и совершенствуют свои боевые навыки. Праздничное мероприятие сопровождается концертной программой. Кроме того, группа военнослужащих, отличившихся на военной службе, была награждена почетными грамотами и ценными подарками. От себя добавлю, что на сегодня завершила свою работу форум сотрудничества азербайджанских НПО. Завтра же запланировано проведение двух панельных сессий на темы «Экологические последствия горнодобывающей промышленности Армении», КОП-29 и «Движение за солидарность во имя зеленого мира». Оставайтесь с нами, чтобы быть в курсе событий. У меня на этом все. Спасибо большое. Из Губадлы подключалась к нам перед Дунья Малиева. Мы продолжаем. Ситуация на Ближнем Востоке продолжает оставаться напряженной, что вызывает серьезную обеспокоенность Соединенных Штатов. По последним данным, истребители армии обороны Израиля нанесли удары по объектам военизированной ливанской организации Хезбала на юге Ливана. Чем может обернуться данное противостояние в нашем следующем сюжете. Накануне силы Цахал обстреляли ливанский город Кафыр-Кила артиллерийскими снарядами. Как сообщило Национальное агентство новостей Ливана, в результате обстрела в городе и в некоторых горных районах была отключена электроэнергия. Граждане Ливана и иностранцы покидают страну в ожидании полномасштабного конфликта между Израилем и группировкой Хезболла, обладающей одной из сильнейших армий в регионе. Стороны конфликта обмениваются ударами и демонстрируют готовность к большой войне. Если действительно израильские войска осуществят вторжение в Южный Ливан, то это, конечно, может привести к более глобальной региональной эскалации, так как группировки из Сирии могут поддержать Хезболлу и другие проиранские силы, которые действуют на Ближнем Востоке. Потому что, как мы знаем, Ливан не изолирован, в отличие от газа. Туда есть свободный доступ. Это может, конечно, привести к более широкой войне с вовлечением Ирана, а значит и Соединённых Штатов, которые также не останутся, наверное, в стороне. Однако в США не уверены, что смогут оказать полномасштабную поддержку Израилю в случае эскалации конфликта. Как отметил председатель Комитета начальников штаба Вооружённых сил США генераль Чарльз Браун, Хезболла превосходит Хамас по своему общему боевому потенциалу, а также по числу ракет. Браун считает, что Иран склонен поддерживать Хезболлу активнее, чем Хамас в течение Палестино-израильского конфликта. Однако, как утверждают эксперты, конфликт с ливанской группировкой может сыграть на руку правительству Нетаньяху. Для Израиля, конечно, есть большая дилемма, либо решить за счёт этой военной операции некие свои проблемы. То есть это касается и возвращения гражданских лиц на северную территорию Израиля, которые были оттуда эвакуированы, пока Хезболла там действует, они их вернуть не могут. И плюс, конечно, Нетаньяху там решает свои внутриполитические задачи, прежде всего, а их две. То есть продлевая свою власть, свои возможности оставаться у власти, так как боевые действия продолжаются. И пока боевые действия продолжаются, правительство, по сути, нельзя сменить. Помимо этого, по словам эксперта Хезболла, является большой помехой на пути полного уничтожения Хамас, так как Израиль вынужден сохранять военные силы на севере страны. И это одна из главных причин, по которой Израиль до сих пор не сможет полностью решить проблему с Хамас. В связи с нападениями в Дербенте и Махачкале, глава Дагестана Сергей Меликов распорядился объявить трехдневный траур в республике. В дни траура по всей республике будут приспущены государственные флаги, учреждения культуры и телерадиокомпании. В Дагестане отменят все развлекательные и увеселительные программы. Правительство республики получило поручение принять необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим. Серия терактов в двух городах Дагестана произошла минувшим вечером в Дербенте и Махачкале. Боевики обстреляли два православных храма, две синагоги и пост ДПС. Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил о ликвидации шести террористов. При этом от рук боевиков погибли 19 человек, среди которых более 15 сотрудников полиции. Возбуждено уголовное дело по статье террористов. Мультикультурализм – то, к чему должно стремиться человечество. В условиях неспокойного мира, благодаря политике толерантности, возможно избежать многих трагических событий. Религиозные деятели и представители многочисленных общин в Баку осудили вооруженное нападение в Дагестане. Ислам, как и любая другая религия, призывает к миру и не имеет ничего общего с терроризмом. В Азербайджане, где основная часть населения является мусульманами, мирно проживают представители и других религий. Вооруженные нападения на синагоги, церкви и мечети – места, куда люди часто приходят за поддержкой и защитой. Это то, чему не должно быть место в современном мире. Такого мнения придерживаются религиозные деятели и представители многочисленных общин в Азербайджане. Для меня вчерашние события в Дагестане были как гром среди ясного неба. Я убежден, что Бог милует нас от этих бед, ибо наш народ – он един. И политика мультикультурализма, которую проводит наш дорогой президент, она единственное спасение в сегодняшнем мире, бурном мире непонимания друг друга. И я молю Бога, чтобы все народы последовали примеру Азербайджана и поняли, что другого пути нет, как взаимопонимания и мультикультурализма. Атмосфера колерантности, царящая сегодня в Азербайджане, может стать примером для многих стран, отмечают религиозные деятели, так как представители различных религий живут здесь в полном мире и согласии. Азербайджан является примером для многих стран. Здесь часто проходят мероприятия с участием представителей различных религий и конфессий, где обсуждаются общие для всех нас темы. Мы осуждаем террористические акты, произошедшие в Махачкале и Дербенте. Они никак не связаны с исламской религией. Мы просим у Всевышнего, чтобы подобные события никогда больше не происходили нигде в мире. Свобода вероисповедания нашла своё отражение и в Конституции Азербайджана. Так, согласно статье 48 Конституции, каждый гражданин страны обладает правом свободно определять своё отношение к религии, а также свободно выражать и распространять свои убеждения, связанные с отношением к религии. Ежегодно 16 ноября в Азербайджане отмечается Международный день толерантности. Сегодня в стране свободно, без каких-либо препятствий функционируют не только церкви и синагоги, но и многочисленные христианские и еврейские религиозные учебные заведения. Именно такой подход, уверены в Баку, является гарантом мира и стабильности. Реализация самых худших опасений США, так американские СМИ описывают визит президента России Владимиру Путина в Северную Корею и Вьетнам. И если в случае КНДР для Вашингтона доступна лишь опция «Вражды», то потерять потенциального партнёра в лице Хануэя США не готовы. КНДР могла поставить в Россию во втором полугодии 2023 года 1 миллион 600 тысяч артиллерийских снарядов для продолжения войны в Украине. Об этом пишет американское издание The Washington Post. Газета ссылается при этом на данные, полученные Центром передовых исследований в области обороны, которые занимаются вопросами глобальной безопасности. 19 июля президент России Владимир Путин совершил первый за 24 года государственный визит в Корейскую Народно-демократическую Республику, где встретился с лидером страны Ким Чен Ынэм. В общей сложности руководители двух стран общались более 10 часов. Как отмечает газета, подписанный по итогу визита договор о всеобъемлющем партнёрстве даёт формальное основание для поставок боеприпасов из Северной Кореи в Россию. Разумеется, мы должны учитывать, говоря, а, иметь в виду, б, речь идёт не только о Российско-Северокорейском союзе, но о, так сказать, стратегическом треугольнике России, Китая и Северная Корея. Безусловно, фактор Китая в данном случае мы должны учитывать. И мне нравится в этом смысле сравнение метафора дальневосточной Антанта. Это возвращение России в военно-политическом отношении в качестве азиатско-тихоокеанской державы. Самую яркую реакцию в свете крепночей дружбы Москвы и Пхеньяна выразил Вашингтон. Американский посол в Японии Рамо Мануэль назвал этот визит «сбывшимися худшими опасениями США». Он обвинил Москву в желании стать, цитата, «организатором стран-изгоев, разрабатывающих ядерное оружие». Одно из опасений Вашингтона заключается в том, что Пхеньян при помощи Москвы может получить доступ к ракетным технологиям, которые позволят создать межконтинентальные баллистические ракеты, способные бить по территории Соединённых Штатов. Союз наших двух стран, разумеется, очень серьёзный угроз для наших противников, поскольку это две ядерных державы. Да, Северная Корея, конечно, не сравнится по количеству ядерных боеголовок с Россией и Соединёнными Штатами, но сам факт того, что у России появляется союзник, не обладающий ядерным оружием, это очень серьёзно. Далее. У Северной Кореи одна из самых крупных, численно и мощных, так сказать, по ресурсному потенциалу вооружённых сил армии в мире. Это тоже нельзя недооценивать. После плодотворного визита в КНДР Владимир Путин также посетил и Вьетнам. Лидеры двух стран подписали 15 документов, затрагивающих экономическое и политическое сотрудничество. И если визит президента России в Северную Корею повлёк за собой лишь негодование, то в отношении Вьетнама Вашингтон решил действовать более смело. Практически сразу после завершения визита президента России в Ханой был отправлен помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринг. Официальный Ханой назвал США стратегическим партнёром. Однако никаких договоров, как это произошло с Россией, заключено не было. Строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан сделает Центральную Азию торгово-логистическим узлом региона. Такое мнение выразил премьер-министр Кыргызстана Акалбек Жапара в интервью Центральному телевидению Китая. Железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан сократит маршрут между КНР и Европой примерно на 900 километров. За счёт этого время перевозок грузов уменьшится на 8 дней. Магистраль начнётся в Гашкаре на северо-западе Китая и будет проложена на территорию Узбекистана через Кыргызстан. А в перспективе ожидается, что транспортный путь достигнет Западной и Южной Азии. Премьер-министр Кыргызстана в интервью Центральному телевидению Китая рассказал о преимуществах проекта железной дороги. С помощью этой дороги мы внутреннее кольцо железной дороги в Кыргызстане тоже запускаем, объединяем. Мы своими силами начали строить Балакча, Гарагеча, Гарагеча, Казарман. Именно там будет перевалочная станция железной дороги в Кыргызстане и Узбекистане. Таким образом, товары, которые будут идти по железной дороге в Кыргызстане и Узбекистане, будут иметь два направления. Первое – эта дорога будет уходить через Узбекистан в средний путь. И, я думаю, вторая дорога – это по северу, через Казахстан и Россию тоже мы будем отправлять грузы. Таким образом, наша страна полностью будет реализовывать свой транзитный потенциал и станет страной, которая имеет доступ к морю с помощью железной дороги. Это и есть возражение Великого Шелкового пути. 6 июня в присутствии глав Китая, Кыргызстана и Узбекистана соответствующие министерства трех стран подписали межправительственное соглашение по проекту железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Этот маршрут будет кратчайшим между Шанхаем и Парижем. Он превратит всю Центральную Азию в сухопутный путь между двумя крупнейшими экономиками – Китаем и Европейским Союзом, отметил Акалбек Жапаров. К большому сожалению, за все время года строительства независимости, последние 30 лет, мы не строили железные дороги. Эта железная дорога, я думаю, нас выведет из состояния тупиковой страны на страну, которая имеет очень большой транзитный потенциал. Кыргызстан и Китай договорились открыть в этом году новый третий контрольно-пропускной пункт. Он необходим для увеличения пропускной способности пограничного перехода, поскольку товароборот между двумя странами растет с каждым годом, подчеркнул премьер-министр. Мы сегодня имеем более 1000 километров границ с Китайской Народной Республикой, и у нас пересекают две автомобильные дороги. И в прошлом году, по данным китайской статистики, на товароборот двух стран, то есть товаров, которые пересекли эти две границы, объем их составил более 19 миллиардов долларов. Мы в этом году начинаем открывать и третий пункт пропуска. Разрешение два правительства уже дали. Сейчас мы отрабатываем с правительством СУАР. В этом году мы начинаем строительство. Согласно данным Национального статистического комитета Кыргызстана, по итогам прошлого года Пекин был крупнейшим торговым партнером Бишкека. На долю КНР пришлось 34,7% внешней торговли Кыргызстана. В Бакинском экспоцентре проходит пятая промо-выставка местных компаний. На ней представлены товары и услуги свыше 150 местных компаний в сфере промышленности, сельского хозяйства, пищевой промышленности, ИКТ, образования, строительства и многих других сферах. Организованная при поддержке Агентства развития малого и среднего бизнеса, выставка ставит своей целью ознакомление широкой аудитории с деятельностью азербайджанских компаний и их продукций, содействие выходу на новые рынки и укрепление взаимного сотрудничества между компаниями. В Бакинском экспоцентре с 24 по 26 июня проходят масштабные мероприятия, привлекающие внимание как представителей бизнеса, так и широкой общественности. Пятая промо-выставка местных компаний. Она объединяет более 150 азербайджанских компаний, представляющих широкий спектр отраслей, от промышленности и сельского хозяйства до ИКТ, образования, строительства, логистики и текстильной промышленности. Цель мероприятия – демонстрировать потенциал и разнообразие азербайджанского бизнеса, создать площадку для поиска новых партнёров и расширения рынков сбыта. Организаторами выставки выступают Агентства развития малого и среднего бизнеса «Кобия» и «Марсолгрупп». «Кобия» поддерживает эту выставку уже пятый год. Первая состоялась в 2019 году, и если тогда участие приняли около 100 компаний, то сегодня свою продукцию демонстрируют около 200 субъектов малого и среднего бизнеса. Это отличная возможность для местных компаний пообщаться с государственными органами и крупными компаниями, а также продвинуть свою продукцию среди широкой аудитории. Мы предоставляем предпринимателям поддержку и услуги, такие как организации выставок, с целью способствовать их будущему росту. Мы надеемся, что компании смогут извлечь выгоду из этой выставки, расширяя свою долю на местном рынке. Мы стремимся сделать нашу выставку полезной как для компаний-участников, так и для посетителей. В выставке также принимают участие государственные учреждения. Агентство по развитию малого и среднего бизнеса предоставило стенд для 10 микропредпринимателей в рамках механизма поддержки, создав условия для их участия. Мы ожидаем более 20 тысяч посетителей и ставим целью достичь этого показателя, чтобы как можно больше людей узнали о нашей выставке. Промо-выставка местных компаний – это не просто демонстрация товаров и услуг, а целый комплекс мероприятий, направленный на укрепление позиций азербайджанского бизнеса на международном рынке. Не случайно проведение выставки стало традицией, уже в пятый раз объединяя представителей разных секторов экономики Азербайджана. На церемонии открытия выставки было рассказано о поддержке частного сектора, развитии предпринимательства в стране и преимуществах экспорта местной продукции. Положительные тенденции в экономике Азербайджана продолжаются благодаря активной деятельности частного сектора. В результате за первые пять месяцев текущего года объём балового внутреннего продукта увеличился на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Рост в ненефтегазовом секторе составил 7,3%, в ненефтегазовой промышленности – 7%, а в сельском хозяйстве – 3,1%. Доля частного сектора ВВП превысила 80%. Эти достижения во многом обусловлены усилиями компаний, участвующих в выставке и представляющих различные отрасли. Основная цель выставки – демонстрация достижений азербайджанских компаний. В условиях высокой конкуренции и гибкости на рынке важно быть открытым к инновациям и адаптироваться к текущим тенденциям. Именно организация таких выставок, как считают многие эксперты, является ключевым инструментом продвижения товаров и услуг, открывающим для бизнеса новые рынки и возможности для роста. Наша компания производит дома-капсулы в Азербайджане. Эти капсулы весят 7,5 тонн, имеют длину 11 метров и ширину 3,5 метра. Они являются экологически чистыми домами. На выставке мы представляем премиум-версию домов, стоимость которых составляет 42 тысячи долларов. Этот дом полностью отечественного производства, оснащен системой «Умный дом», «Портативен» и, что самое главное, не наносит вреда окружающей среде. Мы использовали материалы местного производства от различных азербайджанских брендов. Думаю, эта выставка будет для нас полезна в плане налаживания сотрудничества. На выставке участники также имеют возможность изучить опыт работы коллег из разных сфер, найти новые идеи для развития собственного бизнеса, установить новые связи и укрепить существующие, а также расширить географию продаж. Кроме того, участники мероприятия смогут получить актуальную информацию о государственных программах поддержки предпринимательства и возможностях экспорта продукции. Промо-выставка местных компаний является ярким примером того, как государственные и частные структуры совместно работают над развитием предпринимательства и поддержкой отечественных компаний. В Баку прошел международный круглый стол Баку и Ташкент. Многоплановое сотрудничество, достигнутые результаты и перспективы, организованные политологическим центром «Север-Юг». Были обсуждены вопросы Азербайджан-Узбекского сотрудничества по разным направлениям. В последние годы отношения между Баку и Ташкентом находятся на пике своего развития, заявил посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафхана в ходе круглого стола, посвященного развитию двустороннего сотрудничества. Дипломат отметил, что стороны прикладывают все усилия, а также ведут активную работу по наращиванию двухсторонних и многоплановых связей. По его словам, ключевое значение в этом играет доверительный диалог на высшем уровне. Посол также подчеркнул, что итоги взаимных визитов президентов Азербайджана и Узбекистана заложили основу нового формата взаимодействия. И Азербайджан все больше и больше рассматривает друг друга как экономически перспективных партнеров, в которых есть обоюдный интерес на расширение взаимодействия, объема торгов, как крупного, так и малого бизнеса. Если посмотреть на динамику, мы можем оценить по динамике, какие масштабы запроса обоюдного интереса. Посол также отметил, что правительство Узбекистана компенсирует до 50% транспортных расходов экспортной продукции, что положительно отражается на доходах и выгоде азербайджанских импортеров и дистрибьюторов. Ашрафханов подчеркнул, что благодаря достигнутым договоренностям на высшем уровне, а также механизмам, созданным нашими правительствами, Азербайджан и Узбекистан в ближайшем будущем смогут довести объем взаимной торговли до 1 миллиарда долларов. В свою очередь, ведущий научный сотрудник Института экономики при Министерстве науки и образования Азербайджана имен Мамедзады коснулся темы сотрудничества на фоне соглашений, связанных с объединением энергетических систем между Казахстаном и Узбекистаном. У Узбекистана по сравнению с Азербайджаном количество суммарных солнечных дней больше. И, в принципе, территория тоже административная больше, чем у Азербайджана. И, соответственно, потенциал выработки альтернативной генерации, альтернативной зеленой энергии тоже будет достаточно высоким, что позволит нам использовать те излишки энергии, которые будут вырабатываться в странах Центральной Азии, в том числе в Узбекистане, организовать для экспорта на новые рынки, в первую очередь, Европы, Западной, Южной Европы. И вот в этом смысле, мне кажется, у нас также имеются большие перспективы для сотрудничества. По словам заместителя главного редактора журнала «Регион плюс» Ильчина Гусинова, важно поработать над потенциалом туристических возможностей, в частности, развитием авиасообщения с регионами Узбекистана. Директор аналитического центра Стэмур Хан Юлчиев отметил, что активно обсуждается военно-политическая составляющая в рамках ОТГ. И за последние годы этот диалог достаточно усилился. По его мнению, политическая безопасность во многом зиждется и на экономической безопасности. А доцент кафедры Азербайджанского государственно-экономического университета Эмин Горибли подчеркнул, что этнический фактор – один из главных для экономической интеграции между двумя странами. Мы находимся в одном геоэкономическом пространстве. Потому что исторически, мы говорим, даже, вы сказали, в период Амирте-Имура, даже, можно сказать, и древнее, если посмотреть, в принципе, мы находились в одном географическом пространстве, если мы говорим, а с точки зрения транспорта, где-то эти пути нас объединяли. Все это время все центры города, государства строились именно на путях, на, так называемом, образе, на шелковом пути. Сейчас тоже я считаю, что мы говорим, что сегодня кризис, а на самом деле сегодня экономический кризис – это возможность развиваться. В экономический кризис какие-то страны теряют свою позицию, как раз таки нашим странам. Именно вот панацея выбора – это объединяясь, а что значит объединяясь? Совместным усилием решать проблему. По мнению советника посольства Узбекистана в Азербайджане Бахрама Гаипова, в современном мире все очень стремительно развивается. По его словам, ни бизнес, ни люди не хотят долго ждать прибытия своего товара. Вот почему так актуален вопрос сокращения путей. Он отметил, что необходимо и дальше развиваться. И в этом плане Азербайджан и Узбекистан находятся в правильном направлении. Балифа Бахшеева, Анар Алиев, Си-Би-Си. К этому часу у нас пока все. До встречи в вечернем выпуске. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин